Всем привет дорогие друзья, меня зовут Ристан и мы продолжаем играть в группу названия Mafia Online. И сегодня мне, точнее еще под прошлыми роликами, под прошлыми роликами, мне кинули челлендж. А сыграй-ка ты пожалуйста один за мафию. Неважно в какой комнате, ни при этом не уточни в комментариях один раз победитель. В общем так, играть без своего напарника протокола, без Андрея, как вы помните его зовут Андрей. И этот челлендж прислал мне подписчик Григорий Бобока. То есть написал в комментариях и сказал, что нужно сыграть за мафию раз, во-вторых без Андрея, в-третьих победить. Вопрос, с какого раза победить, с первого, со второго или с третьего. То есть использовать ли попытки при выигрыше. То есть возможно ли выиграть за мафию? Я думаю возможно. Но все будет зависеть от того, насколько у нас хорошие руки и прямая голова. Ну что ж. Ну что ж, я конечно же взял очечки. Потому что мафии без них никуда. Потому что некоторые миры могут их и не взять. Но с другой стороны, это может быть нам, это может пойти нам на руку. Итак дорогие друзья, сегодня ролик челленджа. Челлендж против мирного города. Напарника у меня в команде нет. Победить придется. И челлендж будет считаться выполненным, если я выиграю за мафу. И нам не пришлось ждать еще одной минуты. Так игра очень быстро загрузилась. Итак. Комнатка у нас вполне разумная. Вполне сбалансированная. Мы видим у нас Дон, две мафии. Маньяк, доктор, шериф бессмертный. И два мирных. Ну. Ну, составчик неплохой, хочу вам сказать. Такой, знаете, быстрый. Быстрый и качественный. То есть, так сказать, выбранный первого сорта. Ну что ж. Первый у нас без. Рискованно, конечно. Ну давайте. Хаишки, АМСР. Окей. Гусь. Непонятно. Так. У нас... Так. Тройка меня пока никем. Пока меня тоже никто никем. Пять гент. Вообще непонятно. Что это за хрень такая гент? Не АМСР, а точные роли. Ну. Ну-с. Значит шесть у нас не АМСР, а точные роли. Ну окей. Хорошо. Но ты почему-то свою роль не назвал. Это прям вот главный вопрос. Значит. Два. Не так. Три. Пять. Шесть. 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 Так. Шесть. Точные роли. Или на выход. Вот так вот. Сейчас. Шестой час. За то, что он даун. Чё? КВ идут. Вины чат налетели. Да, блин. Чё-то там. Ну шестёрка... Не, шестёрка ненормальная. КВ. Клановые войны. Ну клановые бои. Клановые войны. Ну смотрите. Шестёрка. Хороший игрок. Это мы... А, он единственный бес ещё к тому же. Ну окей. Хорошо. Так. Признаём ли-ка мы в ряд нашего... Это. Девятка. Модбот. Мне ничего сказать. Шесть лишним СССР. Ну блин. Слушайте. Нас пока не трогают. Это уже здорово. Их самое главное в команде нет... Эээ... Все в шестёрку, ребят. Вот. Молодец единичка. Угнал толк. Всё. Шестёрка пробозарился. Сказал, что типа на всех напогнал. Опа. А вот сейчас мы против тройки будем как-то все их... Эээ... Восемь... Видно мир тупой. Далее. Эээ... Эээ... Пять бьём? Ой-ой-ой-ой-ой. Как... Ну как говорится, давайте один за всех из одного, бьём тогда пятёрочку, раз уж на то пошло. Смотрите, у меня вообще логически, если поразмышлять, то корона обозначает... Я всегда думал, что если кто-то имеет корону, это значит, что по-любому маньяк. Вот по-любому маньяк. Смотрите, восьмёрка говорит, что он без. Двёрка говорит, что он ээээ... НСР. Единичка говорит... Опа. Двойка и пятёрка убиты. Это шериф и маньяк. Это просто-ка замечательно. Это просто замечательно. Ребята, вот так вот мы просто выиграли челлендж, ребят. То есть практически с первого раза. Ура! Офигеть. Ну слушайте, быстрая каточка, то есть челлендж. О, финик меня хочет добавить, ну окей, хорошо. 2, 3, 5, ждите баны оконченные. Ой, 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 бес. Вы видосики, ребят, бесик, ты не расстраивайся. Бес, не расстраивайся. Все хорошо. Да ладно, ой, ну понятно. Короче, ребята явные хейтеры на меня напали, потому что как только мы их слили, все. Сразу начинают писать всякую хрень. Ну ладно. Короче говоря, Гриша, если ты смотришь данное видео, отпишись, выполнил ли я челлендж или нет? Если нет, то сделаем по этому ролику вторую часть, потому что частей много не бывает. Хочет меня пригласить в группу. Ребята, у нас, кажется, есть предложение. То есть у нас, как говорится, кто-то хочет со мной сыграть. Ребят, челлендж выполнен, но это нам не мешает дальше играть. Можете себе представить, если мне Финик предложил сыграть дальше. Вы можете себе это представить? Я лично нет. Комнатка как всегда сбалансированная. Я пишу, что я мирный человек и я никого трогать не хочу. Я за нейтралитет. Ну что ж, я первый же сильный отха, как говорится. То есть я нейтрален. Такс, ну что ж, у нас маньяка нет, слава богу. У нас мафия, доктор, шериф и пять мирных. То есть для нас, для мафии, это просто хороший улов. Просто потому что нам будет удобно вскрываться... Мафом. То есть, когда ты играешь за мафа, ты играешь... То есть ты, когда играешь за мафа, можешь легко вскрыться миром. То есть, если кто-то не говорит роль, это означает, что человек явно обладает такой заторможенной реакцией. Двойка ничего не говорит. Сразу мы ставим его красное клеймо. Троечку покрасим в желтый. Но это ясное дело, потому что я человек мирный, а я всех мирных крашу в желтый цвет. Правда, не всех. Когда кто-то сказал мир, меня это вводит в сомнение. Ну что ж. Был бы маньяк, я покрасил бы слово мир во фиолетовый цвет. Дабы отличать игроков. Смотрите, 2-4 у нас какие-то АФКшные. То есть, они долго думают, они какие-то тугодумы. То есть, всех тугодумов, которые думают дольше 10 секунд, это значит, что всё. То есть, нет смысла с этой гаубицей иметь. То есть, если человек заторможенный, если человек не в движении, и если его речь какая-то расслабленная, и он ничего не говорит, это означает, что я на мирных. Отлично. Так, я оля, я тара-та-там, я мирую. Окей. 7 МБР, ну понятное дело. Десятка у нас бот. Приветствую, верю только фактам. Ничего я, правда, в своей роли не сказал. ХМСР. О, дедка сказал про МСР. Это замечательно. Так, ботов сразу. О, два док. Всё, отлично. Два и девять я с ними играю. Всё, док и шер. Так понимаю, да? Ну что же. Кажись, восемь роль. Вот. Да, кстати говоря, вот дедка уже всё, он уже понял, что типа нахрена ты раскрыл ролик, когда можно было посидеть ещё в кустах. Так, будет интересно. А восемь почему? Девять. Док может лекаться. Да. Но при этом-то на второй раз он не сможет вылечиться. Понимаете? То есть в этом-то вся их хрень. То есть для того, чтобы... То есть здесь нужно понять тактику. Хотя на самом деле здесь тактики нет. Абсолютно никакой. Так, ну что ж, давайте думать, как нам здесь поступить. Ненавижу играть за первого. Восьмёрка нам не сказал роль. Это значит, что... Всё. Восьмёрка не сказал свою роль, значит, до свидания. Да, ребят? Вот кто не говорит свою роль, это значит, что игрок нам больше не нужен. Всё. Восьмёрка дебил. Он не сказал. Спросили. Восемь роль. Десять. Он ещё пишет всё. Я играю второй раз, как всё работает. Ты про роль-то напиши, дорогой ты мой друг. Таааак. Так, а вот это интересно. Шестёрка напала на пятёрку. Причём, он это сделал либо незаслуженно, либо понял, что здесь что-то в пятёрке не то. Семёрка против меня пошёл. Вот, посмотрите. Мне чё-то кажется, что же 6, 7 и 8, они такие... Да ладно, да ладно. А, уже не получится. Ну ладно, окей. 6, 7 реально что-то против нас не имеют. Восьмёрка МБР, но это понятное дело. Сейчас нам самое главное убить МССРов, потому что нам хочется сохранить свою задницу. Но ясное дело. Весь город просыпается. Знаете, давайте думать, как нам присыпить в той или иной ситуации. Мафия просыпается и делает свой выбор. Ну что, кого бьём? Дока или Шера? Два док, но может лекнуть себя. Блин, ненавижу клавиатуру, которая... Чё, два? Быстрее, ребят. Давайте два, ребят. Вот по приколу просто сейчас гасанём. вы чё не скажете что давайте гу-6 ну серьезно что ли ребят написали в гу-6 я в шестерку голосно да ладно умер 2 это доктор да ладно он наверно лечил шерифа походу все теперь шериф беззащитен все ой-ой-ой-ой-ой эх шер инфу потеря короче глубокая спишем с болью в сердце короче ну слушайте доктор сам виноват потому что он хотя с другой стороны кто знал вот кто знал что могут сделать эти гадкие красные в черной рубашке с белым галстуком без белой шляпой с черным с черным полем эти вот мафиозники то есть другой стороны а кто это знал кто знал да вот эти вот джонни деповцы с юрием хованским и так далее походу это 6 но ребят ну здесь наши взяла потому что что любого не гасани все равно мы выиграем вот серьезно то есть сейчас девятку грохаем и побеждаем то есть фактически раз два бота 6 и 7 проголосовать против нас не могут потому что как мы все понимаем три мафи походу слив к стаден 5 с ним мафит я же умру на 4 в 3 голосуем но ребят но слушайте но не да ладно да ладно вы серьезно 7 шер да но не смотри от 10 4 10 все давайте смотрите вот мы играем новобанк то есть поскольку 9 сам признался что док выпят а смотри прислушайтесь камнекста что 15 да уже все тебе уже никто не прислушаться сейчас сейчас у тебя вот просто союзников нет их нет все сейчас нет смысла тебе верить поскольку среди тебя просто нет никого чтобы кто-то тебе поверил то есть среди тебя есть одним эти боты все ты не выиграешь данной ситуации поверь мне то есть здесь перевес в нашу сторону потому что трое мы все не у фк конечно же мы голосуем против семерки да ребят вот централизовано с глазком и даже неважно что централизован сейчас пойдет в тройку вот серьезно нет все сейчас дальше самое интересное это полить боты мы выиграли все здесь неважно здесь есть кого не выбери все равно будет хрень все да теперь уже в любого ребят любого баса нее все мы выиграли все пофиг шесть да хоть и можно и в девять принципе да да уже все и уже эти же ничего не решает ребят мы победили в любом случае потому что никто здесь не вылечит мирных мирные сами себе лекнуть не могут все мы выиграли просыпается я понимаю ребят классная карточка никаких тебе нападений ты своей централизованной властью и своим централизованным умом говорится а выиграл ну чисто из-за того что так так окей ну что ж смотрите здесь игра просто классная все миры ботами стали ой да ребят то есть здесь просто нам повезло нам повезло в общем корма тут еще столько же наград ну все я думаю а он еще хочет продолжить ну давай это последний раз ну что ж давайте последний раз сыграем вместе с фиником кстати говоря да вот финик сразу вам не заметил такого хорошего союзника скажем так ну и все взяли и выиграли то есть гриша бобко бог и как там бабок а не помню короче прости если я неправильно назову твое имя начинаем начинаем все здесь я не понимаю чё гриша чё нас финик делает а чё он творит он либо специально так делает либо как скорее всего он не любит долгих ожиданий поэтому как говорится мутит нам всем мозги если можно так сказать ну что ж ребят раз меня просто какое-то везение здесь просто не попали середички от хрен то смотрите вот интересно кто каким я буду вот каким я буду ребят вторым или шестым первые уже не я если будут так о слава богу если бы я был шестыми пришлось доказывать что я типа мбр я такой чистый из себя а сейчас хорошо что я второй все здесь дачной игры то есть простая фраза которая требует конечно же внимание и ман замеров окей ну конечно зря ты это сказал ну ладно без нас пятерочка привет я мбр пятерка альтис первый говорит я за мирных ну хорошо окей а 4 замерных все чаще шестерка скажешь самому интересно ну что ж я мбр говорит шестерка окей всем приема сэр говорит семерка ну хорошо пусть будет так смотрите никого там нету ни воров ничего вот самое интересное что воров в этой игре вот нет вот нет и все мир а вот это самое интересное что на корме мирные не тупить по же мне надо срочно корму слить ой да кому корму слить а кому заработать название мафа свою корму ну ладно значит думаем что нужно делать в той или иной ситуации так четверка что-то на нас зуб точит я вообще не понимаю почему он до шестерка что-то вообще о все понятно а четверка четверка ссоре и четверка сразу догадался что мы мафа и вот ты козел в первую очередь с его сливать если него а у него бинты есть вот чем прикол короче сейчас главное здесь средь мира точнее нет средь мафа в мана данной ситуации просто потому что здесь ахахахахахахахаха шестерка писал 49 мир с прошлой мы проиграли тогда сейчас двойку да ладно да ладно ну ты серьезно я заверну тройку не сказал окей чё тройку мути первых централизована а нет 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 но уже все наверно уже все шестерка есть сейчас за тут это с другой стороны если это это сделать форма тактического хода решившись одного игрока типа подумал что ты все это с другой стороны надо было играть ребят я понимаю что многим говорится сейчас нужно самое главное мочить четверку потому что четверка он как он сказал это ман все здесь я не жилец это точно с другой стороны я буду болеть за игроков за своих союзников ну что ж вот как я делаю конечно же но это без этого никак сожалению данная несправедливость восторжествовала но сейчас интересное загасить четвертого 6 или просите нахрен ребят мафия просыпается гасим нафиг и делает свой выбор перережет в четверку ребят гасим в четверку раз рассказал стон ман значит его нужно годить сто процентов вот кого-нибудь грохнет из нас это неизбежно ребят отрина как говорится то есть он залекал себя но он нас таким образом спровоцировал что нужно было гасить четверку но с другой стороны что она никак можно ожидать говорится так но сейчас четверка будет сейчас спасать свою задницу хотя хотелось бы конечно выиграть игру даже несмотря на то что я был solid ну минус 1 мафло а по-прежнему игроки как говорится пытается быть мирными ну типа мирными но с другой стороны хороший путь вот хороший путь я это я это не я не протестую против этого наоборот очень даже неплохо хочу сказать очень классно на самом деле да именно так слушайте сюда 1 и 2 были против меня давай мафия значит один тоже мафия 18 а я крыл тупого амана 18 а тут а мафы 4 хороший лекция клоун ну да 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 пятерка уже все он уже понял что типа все пора и говорится балдежный цирк заканчивать и нужно играть на полную ставку и естественно сливать тех кто тебе не нужен вот и все итак ребятки продолжаем 6 и 7 ничего не написали но ясное дело с другой стороны если проиграем то главное условие данного видео было выполнить челлендж да выполнить челлендж и просто-напросто 18 мафло не знаю насчет баланса но один надо сносить точно 6 тут man 4 но слушайте 4 спасает свою задницу здесь я думаю смысл просто смотреть на все это мракобесие конечно не хотелось бы серьезно то есть здесь начинается полная вахана и здесь просто борьба за выживание то есть здесь победить хотят все все без исключения на кто не хочет победить вот поднимите руки те кто не хочет победить победить но ты ты не знаю вот допустим ты или например под цифры 7 например чувак ребят я считаю что вы не будете пригодны обществу если вы не хотите побеждать это называется либо пассивность либо что-то демонстрации того что вам не нравится то есть вы люди грустные грузные никому не нужно если вы не хотите побеждать это значит что все для вас просто быть человеком который постоянно проигрывает это хорошо но я считаю что вы реально вы странные люди и странные люди просто хотелось бы конечно побеждать серьезно а победа строится на поражение из то что не получилось получает получается только раз тогда когда ты много раз пытаешься и это этого перезультата добиваешься нет первый вышел не все ребят руинная катка полная хочу вам сказать все мы уже считай проиграли маньяк каким-то образом нас раскрыл я это вообще не понимаю так пятерка думает он задумался пятерка задумался шестерка я думаю но и шестерка он действует по мирной такте хотя я смотри 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 я смогу поравнять шансы были и сейчас восьмерка девятка будут голосовать против шестерки это будет жесть просто тупо слили катку подожди нет так все баланс не получается на 4 3 это не этим числом это не равно и ну понятное дело мафия потому что нас обоих застрелили на 1 2 день весь город засыпает мафия просыпается и делает свой выбор мафия засыпает попа стирка убил восьмерку интересно кстати говоря хороший ход не преднамеренный конечно потому что четверка может лекнуть четверка может лет нахать и другой стороны четверка может быть хитрым персонажем и просто тупо слить нашего песни предупредив не сказать об этом может просто взять ножик и вонзить ему а во спину ну что жрать смотреть просыпается ночью умирает звезд под номером 3 а это шериф кстати говоря вот это ничего себе ребята вот это повороте события восьмерка нам ничего не сказал путо скорее всего залечила я без пять ман подождите стоп вроде говорил 4 без он просто притворялся маном для того чтобы не все пять ман ребят пять ман потому что ясно дело ну нападает нападает на четверку хотя четверка вообще то есть не проявляет к нему какой-то агрессии это видно слушайте смотрите кажется у нас появляется шанс то есть стерка молчит не зирая на то что четверка сейчас пытается каким-то образом хотя нет четверка то без нет 4 без 5 ман ман 5 ман пытается он посмотрите мы спасаем свою жопу ман спасает свою то есть как говорится можем попробовать 4 и 8 балека но вы уверены что 8 сейчас восьмерку завтра нас балансите с пятеркой ооо ооо да ладно да ладно фига ребят то есть вы видите вы видите что происходит то есть сейчас они оставляют себя друг с другом я крыл мана но смотри не копзди пять пута ого да быть такого не может ребят вы серьезно мог бы про мог бы нормально победу попросить 8 точно уходит 6 просто пользуется тактой молчанием вот серьезно то есть он сейчас просто я не ман без я блин вот сейчас просто очень интересно здесь вот знаете просто кульминация подгорает по-настоящему то сейчас если подумали на шестерку что он ман сейчас сейчас хотят выгнать восьмерку ребята это просто жопа можете себе представить шестерка сейчас просто демонстрирует задатки хорошего игрока то есть он играет по мирной такте но при этом да ладно да ладно да ладно ты серьезно только нет восьмерка уфк нет все он вылетает ребят но сейчас шестерка пожалуйста если сейчас шестерка не подведет а шестерка начинает действовать уже как и на самый настоящий а все пятерка доверять шестерке да ладно всё восьмерка вылетает о нафиг так ладно восьмерке алиби ё-о-о-о какая невезуха ребят какая невезуха ребят эта жопа это лютая жопа ребят все мафия засыпает свой выбор скорее всего это пута пута себе алиби дала сто процентов вот сто процентов пута себе алиби дала я скорее всего может грохнуть нас амания хрен его знает посмотрим умер умер восьмерка и кто же перед нами это обычный мирно альпай пута поняла что нужно грохать нужно лекать мирного понятное дело ну что шестерка пожалуйста сейчас вот не подведите очень прошу если сейчас окажется что у нас пятеркой на баланс окей моя пятерка это мания это совершенно точно с другой стороны смотрите если сейчас пута залечит шестерку и если сейчас шестерка за кинет свой голос против ну сделает выстрел то они оба умрут и с другой с одной стороны это конечно были было близко к победе и конечно обидно потому что 4 пошел нафиг я без изначально вскрылся ну нет блин 4 и 5 они такие знаете разноцветы либо они по тимаффе по тимири от или по тимаффе это неважно ну шестерка сейчас должен быть шестерка молчит он понимает что это какой-то полный собес семерка тоже молчит не семерка просто 6 и 7 они адекватные игроки не то что мы то есть мы орём говорим что типа тра-та-та пошел нафиг 4 ты ничего не умеешь ты играть не умеешь и все такое а пута если 5 без тогда кто мав кто пута зачем а ты и херней страдаешь и если ты вскрылся за миров крит пятерка я здесь а блин семерка это семерка я те крыл при все за руб он между четверкой и пятерка ребят ё-моё балансе тина с пятеркой я без да ладно ё-моё ну ну нет я не отдам ману победу блин как вы понимаете что это же такое вы понимаете что это такое то есть сейчас девятка пытается вмешаться он не отдаст победу ману это точно сейчас окажется что шестерка просто сыграл под синевой тактики можете себе представить шестерка продержался под синевой тактики сейчас пожалуйста балансик сохраняйте и люди казни за это это было бы здорово на самом деле хотя нет ребят для того чтобы посмотри опа ну как сказал здесь девяточка если взгляд собер баланс нет не сбил ну что сейчас давайте посмотрим ой да ладно да ладно да ладно пятерка четверка бессмертный да ладно смотрите что самое интересное то есть маф должен сейчас угадать им пута с одной стороны то есть она сейчас должна сделать лек по сути по логике вещей прошлый раз она лекнула себя в этот раз наверно 100 процент лекнет девятку хотя кто его знает но ты ну ты красавчик не финик все финик сейчас сейчас должен войти на шклана серьезно говорю серьезно вам говорю то есть финик хороший игрок ура вы видосики нет ребят я думал все трагическая нота наши 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 каточки это просто все но нет ребят то есть кроме того что мы выполнили челлендж от гриши мы смогли еще у лоно ребят но нет я не хочу же бы гуни надо тоже ну все ребят мне финик классный парень есть я и и но все ребят я думаю на этом можно закончить всем большое спасибо за просмотр криша если ты смотришь данные если будешь смотреть данное видео скажи пожалуйста выполнили я челлендж если выполнил это классно если нет то приходится записать вторую часть а пока ребят сегодня на импемистической ноте мы заканчиваем всем большое спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки комментируйте а также пишите в комментариях обзор на какие вы игры хотели от меня увидеть всем большое спасибо будьте здоровы будьте счастливы и не валяйте всего доброго увидимся пока